Саляму алейкум! Сегодня мы совершим небольшой экскурс в иранский город Исфахан, посмотрим на его главные достопримечательности и узнаем, как их названия правильно произносятся на персидском языке, а также совершим небольшой экскурс в историю этого замечательного города. Ну давайте начнем. Потом, конечно же, своим расцветом и большинством своих достопримечательностей Исфахан обязан Шахуаббасу Первому Великому, который перенес сюда свою столицу. До этого столица находилась то в Тибризе, то в Каззине, но опыт войн с Османской империей показал, что эти города очень уязвимы во время военных действий и поэтому столицу было решено перенести подальше на юг. На данной миниатюре вы увидите самого Шахааббаса по-персидски. Шахаббаса Базор Цефави. После титулов и профессии, когда у нас следуют имена, либо фамилию, мы Исофет не ставим. Помните, пожалуйста, об этом. То есть Шахаббас без Исофета. А вот дальше уже идет Исофет. Шахаббаса Базор. Базор дословно большой, но мы переводим Великий. Шахаббас Великий Сафави, то есть Сефивид, представитель династии Сефивидов, правивший тогда в Иране. При Шахаббасе I в Исофетхане был построен целый ряд монументальных сооружений. Одним из них является поле Хаджу, мост Хаджу, построенный на реке Зейн-де-Руд. Зейн-де в дословном переводе означает «Творец, Создатель» и является одним из синонимов Бога. Такое название неудивительно. Эта река имеет первостепенное значение для Исфахана и его окрестностей, снабжая их питьевой водой и орошая поля. В ночное время поле Хаджу подсвечивается множеством фонарей, что придает ему весьма колоритный вид. На втором ярусе моста было оборудовано специальное помещение для отдыха в жаркие летние дни. Здесь можно было отдохнуть и насладиться прохладой, исходящей от реки. Помимо того, что мост выполнял свои прямые функции, соединяя два берега реки Зейн-де-Руд, он также служил местом прогулок, отдыха и плотиной, создавая искусственный пруд, воды которого использовались для орошения и водоснабжения города. Чуть выше по течению был построен другой мост, Сеосе-Поль. Сеосе означает 33, то есть 33 арочных пролета в основании этого моста. В наши дни рядом с мостом находится небольшое кафе, где, как в былые времена, можно посидеть и насладиться прохладой летним днем. При Шахе-Аббасе был также построен знаменитый исхолханский караван-сарай, по-персидски караван-сара. Это слово было заимствовано от тюрок. В городе существует и существовало множество бань, хамам. Интерьер одной из них вы можете видеть на фотографии. Кроме того, при Шахе-Аббасе было начато и завершено строительство мечети шейха Лотфулы, по-персидски, Масджета шейх Лот-Алла. Данную мечеть можно смело назвать примером классической персидской архитектуры, господствовавшей в Иране и в Центральной Азии. Высокие арочные пролеты, крупный купол, отделка стен голубыми израстцами. Также можно обратить внимание на фигурные потолки, которые являются отличительной особенностью данного архитектурного стиля. Мечеть шейха Лотфулы находится на площади Мэйдан и Нахше-Джихан. Ее купол вы можете видеть в левом углу. Мэйдан означает площадь. Нахше-Джихан. Карта мира. Площадь карты мира. Но, видимо, название оказалось слишком длинным, и вскоре площадь начали называть просто Мэйдан и Шах, то есть Шахская площадь. В наши дни это место известно своими конными экипажами, которые катают туристов. Кстати, по-персидски, такой экипаж называется Каляске. От русского слова Каляска. В южной части площади Нахше-Джихан располагается Масджет-Эмам, мечеть имама, бывшая Масджет-Эшах, то есть Шахская мечеть. Мечеть была переименована, как вы догадываетесь, после Исламской революции в Иране, когда напоминание о монархии старались вычистить. Масджет-Эмам. Под имамом, конечно, имеется в виду Имам Хамейни. Архитектура этой мечети также соответствует канонам классической персидской архитектуры. Внутри мечети имамы создается идеальная акустика. И стоя в одном углу зала, вы можете слышать то, о чем люди перешептываются в противоположном. Строительство этой мечети было начато Шахом Аббасом Первым, но ему не суждено было увидеть мечеть в окончательном варианте. Строительство было завершено лишь при его правнуке Аббасе Втором. В Исфархане также имеются примеры культовых христианских сооружений. Например, Колеса Иванг, армянская церковь. Колеса означает церковь. Была она построена по приказу уже известного нам Шаха Аббаса Первого Великого. В те времена территория Армении контролировалась Ираном. И в Исфархане проживала значительная по размерам армянская община. Для ее нужды была воздвигнута эта церковь. Церковь соединяет в себе как восточный мусульманский, так и христианский архитектурные стили. Конечно, наше повествование о Бесфархане было бы неполным без упоминания шахских дворцов. И одним из самых известных является дворец Чель Сатун Чель 40 Сатун Колонна, то есть дворец Сакака Колонн. Построен он был в правлении внука Аббаса Великого Шаха Аббаса Второго. Его изображение вы можете видеть на миниатюре, а также в самом дворце, на его настенных росписях. Здесь Шах изображен во время одного из перов в окружении своих придворных. В отделке дворца используется дерево, которого, мягко скажем, не очень много в окрестностях Исфахана. Строительный лес доставлялся из северных иранских провинций. Неудивительно, что однажды дворец серьезно пострадал от пожара и его пришлось реставрировать. В настоящее время там находится археологическая экспозиция персидских древностей. Конечно же, ни один из туристов Исфахана не пройдет мимо монара Джамбон, качающихся минаретов. Минареты были построены задолго до Шаха-Аббаса первого в 14 веке. Из-за дефектов конструкции минареты стали раскачиваться. Впрочем, это никак не вредит устойчивости конструкции. Минареты выдержали ни одно землетрясение и сейчас из них создан такой своеобразный аттракцион для туристов. Обученный человек забирается на минарет и начинает его раскачивать. Также среди достопримечательностей Сфахана стоит отметить Каха-Хашт-Бехэшт Ках дворец Хашт восемь Бехэшт райский сад дворец восьми райских садов. В чем-то он напоминает дворец Чель-Сатун. Также мы видим два жилых крыла и монументальную входную группу по центру через которой вы можете пройти дворец насквозь. Хашт-Бехэшт был построен в правлении сына Аббаса второго Солейман Шаха. И данный дворец можно считать одним из последних монументальных сооружений периода расцвета из Фахана. Так получилось, что Шах Аббас Великий не оставил после себя достойных наследников и династия Сефиридов очень быстро стала клониться к упадку. Аббас Второй и Солейман Шах страдали от пьянства и практически не занимались государственными делами, а проводили все время в пирах в своих дворцах. Надеюсь наша мини-экскурсия была интересна для вас. Желаю всем удачи и до новых встреч! Продолжение следует...